Уважаемые Александр Иванович и Игорь Викторович, я Искалиева Елена Анатольевна, мать двоих детей, супруга офицера полиции. Прошу вашей помощи в ситуации, которая вышла за пределы закона. В настоящее время мой супруг Искалиев Самат и еще трое оперуполномоченных сотрудников полиции, наркоконтроля по городу Саратова, Зубович Анатолий, Хамзанов Руслан и Панфилов Владимир привлечены к уголовной ответственности за преступления, которые не совершали. В отношении сотрудников полиции возбудили дело по статье 286 Уголовного кодекса Российской Федерации. 22 февраля 2023 года сотрудниками ОНК был задержан гражданин Шишков Родион Павлович. Его подозревали в закладке наркотиков, соли и мефедрона. На протяжении полутора лет он, как считали оперативники, торговал наркотическими средствами. Насколько мне известно, в разработке оперативников находился только гражданин Шишков. А после того, как его задержали сотрудники полиции, он сдал своего предполагаемого подельника Жукова. Ориентируясь на рассказы сослуживцев моего мужа, я убеждена, что причастность Шишкова к обороту наркотических средств подтверждается доказательствами. Объяснением его гражданской жены, телефонной прослушкой, скриншотами переписки в Телеграм с его предполагаемым подельником. Также имеются результаты генетической экспертизы с закладки, которую изъяли. После ареста моего мужа в мои руки случайно попали документы, фотографии и скриншоты, подтверждающие их незаконную деятельность. Из этих документов следует, что на протяжении длительного времени Шишков и Жуков могли закупать наркотики в городе Москве и привозить их в Саратов, где могли сбывать их наркозависимым. Я полагаю, они привозили в наш город очень большие партии наркотических средств. Например, в феврале один килограмм, что тоже подтверждается перепиской Шишкова с предполагаемым подельником. В переписке между ними и в переписке с сожительницей имеются номера карт, куда они выводили денежные средства через биткоин-кошелек, на счет Киви, а потом уже на свои личные карты. При обыске в квартире Жукова были найдены изъяты пакеты типа ZipLog для расфасовки наркотических средств и весы. Дело по наркокурьерам было заведено в феврале этого года и с того момента оно не продвинулось ни на шаг вперед. Мне известно, что по указанию предположительно прокурора Кировского района Саратова Анжелики Романовой, это уголовное дело фактически может развалиться. Следователю, в производстве которого находится это дело, дано указание прокуратуры, пока не проводить никаких следственных действий. Ранее о Романовой в средствах массовой информации сообщалось, что она может быть причастна к использованию своего служебного транспорта в личных целях и устройству детей, знакомых в элитные школы. Также прокурор Романова упоминается как лицо, особо приближенное к прокурору Саратовской области Сергею Филипенко. Она пользуется его доверием и, очевидно, он не мог не знать об обстоятельствах, о которых я рассказываю. Также хочу отметить, что родной брат Родиона Шишкова – это Андрей Шишков. Он является дознавателем в отделе полиции номер 8. Его брат находится в теплых и дружеских отношениях со следователем Бариновой Светланой, которая завела дело в отношении сотрудников ОНК. Они длительное время работали вместе. Я убеждена, следователь Баринова напрямую заинтересован в исходе дела. Она оказывает всяческое содействие своим знакомым. Мне известно, что при задержании Родион Шишков кричал, что у него дядя работает в отделе УСБ, ГУ, МВД, а брат является сотрудником отдела полиции номер 8. И всех оперативников, включая моего мужа, посадят. Имея на руках документы телефонной прослушки, я действительно могу сделать вивод, что у наркокурьера есть дядя в отделе УСБ по городу Саратово. Ведь в ходе разговора он упоминал, что обращался к нему за помощью, когда его сожительницу лишали прав в состоянии опьянения, но не смог решить вопрос, так как протокол уже имел номер КУСП. Итак, задержали Шишкова 22 февраля 2023 года. А утром 23 февраля его отвезли на прохождение медицинской экспертизы, где его осматривал врач. На здоровье он не жаловался, о чем есть подтверждающие документы. Медицинский работник задавал уточняющие вопросы о самочувствии и жалобах на здоровье, на что Шишков сказал, что жалоб не имеет. Также медицинский работник осматривал его полностью. На нем не было ни единого синяка. При понятых проходил личный досмотр задержанных. Никаких телесных повреждений на Шишкове не было. 24 февраля он обращается в больницу номер 2 и заявляет, что его избили сотрудники полиции 24 февраля в районе Крытого рынка. И все показания были якобы выбиты из него. В больнице он находится ровно один час. И уходит из нее, написав расписку о том, что отказывается от госпитализации. На следующий день он обращается в другую больницу и сообщает, что его избили сотрудники ОНК на Кумысной поляне. В данной справке указано, что на ребрах Шишкова есть синяк 1 на 2 см. И следы от наручников. Я считаю, что либо Шишков сам нанес себе легкие телесные повреждения, либо выписка из больницы сфальсифицирована. У Родиона Шишкова сожительница работает медицинской сестрой и могла ему в этом посодействовать. Александр Иванович и Игорь Викторович. По моему мнению, дело на сотрудников ОНК сфальсифицировано группой лиц. Шишков после возбуждения уголовного дела по нему и его предполагаемому подельнику сразу устроился на военную службу, заключил контракт. И сейчас люди, которые сфальсифицировали дело в отношении сотрудников ОНК, пытаются создать образ порядочного и честного человека из человека, который, как я считаю, травил детей и молодежь в нашем городе. Мой муж и его коллеги добросовестно выполняли свои обязанности на протяжении долгого времени. Настоящие офицеры, которые охраняли наш город от наркотиков, неоднократно рискую своей жизнью. Теперь они сидят в СИЗО, а Шишков улыбается в суде и делает вид, что он потерпевший. Одной из возможных причин, по которой мой супруг оказался в данной сфабрикованной и придуманной ситуации, является его служба по предыдущему месту работы. Он был участковым и полномочным полицией отдела полиции Саратовский. Не исключено, что мой муж мог стать жертвой провокации, связанной с уголовным преследованием предпринимателя Сергея Курихина. По данному уголовному делу мой муж проходил свидетелем. В той ситуации мой муж не пошел на поводу у заинтересованных должностных лиц и не стал оговаривать невиновного человека Курихина. Курихину, как пишут средства массовой информации, мстит прокурор Саратовской области Сергей Филипенко. А теперь сотрудники полиции, включая моего мужа, стали обвиняемыми из-за, как я считаю, коррумпированности и родственных связей в структурах прокуратуры и МВД. Прошу вас, Александр Иванович и Игорь Викторович, взять на личный контроль расследование уголовного дела Шишкова, дать правовую оценку бездействия прокурору Кировского района Саратова Анжелике Романовой и способствовать освобождению невиновных сотрудников отдела по борьбе с наркотиками.